Министр образования Асхат Аймагамбетов сегодня ответил на главный вопрос, вернутся ли дети за парты с 1 сентября. Руководитель ведомства рассчитывает на то, что в новом учебном году школы смогут работать в привычном формате, но все-таки это будет зависеть от эпид-ситуации. Как повлиять на нее и какие новшества хотят внедрять в учебных заведениях Казахстана, расскажет Зарина Беремкул. Министр образования Асхат Аймагамбетов откровенно признался, что система образования не выдержит следующего года в дистанционном формате. Страдают учителя и дети, поэтому глава ведомства призвал педагогов последовать его примеру и получить прививку от коронавируса. Сегодня на онлайн-встрече с населением он рассказал о том, что рассчитывает на вакцинацию. При 60-ти процентном охвате казахстанцев школы можно будет открыть для всех. Темпы вакцинации и противоэпидемиологических мер, которые сегодня предпринимает государство, дают нам основание надеяться на то, что мы в следующий учебный год все-таки сможем открыть школы и вернуться к традиционному формату. Опять же, это зависит от всех нас. Во всех регионах в этом году собираются построить новые школы. Всего 200 объектов по Казахстану. Больше всего в Туркестанской и Алматинской областях и в городе Алматы. Продолжают решать и старую проблему уличных туалетов. Ранее по стране их было 1700, осталось заменить еще 100. Работу обещают завершить к 1 сентября. В школьных столовых постепенно внедрят безналичный расчет и установят камеры на кухне. Есть изменения и в трудоустройстве. С этого года все выпускники педагогической специальности для того, чтобы устроиться на работу в школу или вообще те, которые впервые приходят работать в школу, они уже будут проходить процедуру сертификации. То есть они должны будут сдать, во-первых, национальный квалификационный тест, получить минимальный балл и затем прийти в школу, дальше показать, как он проводит уроки, получить квалификацию педагог и только после этого может работать. В то же время в Министерстве образования продолжат развивать дистанционное обучение. Рабочая группа должна рассмотреть возможность ввести некоторые школьные предметы в онлайн-формате. Отдельно изучают так называемый хомскулинг – полноценное обучение на дому. Его опробируют в двух регионах. Предварительные итоги по статусу дистанционного обучения Асхат Аймагамбетов обещал озвучить на августовской конференции. Зарина Беремкул, Нуркенток Мурзин, Информбюро, Нурсултан.